Видео предоставлено сайтом online-gdz.net, номер 525. Какие из чисел минус 3, минус 2, минус 1, 1, 2, 3 являются корнями уравнения? Итак, разбираем первое уравнение. x в четвертой степени равняется 81. Итак, мы видим, что у нас переменная стоит в четной степени. Значит, в роли x будет как положительное число, так и отрицательное. Итак, x равен 3 или x равен минус 3. То есть 3 и минус 3 корни нашего уравнения. b x в шестой степени равняется 64. Аналогично рассуждаем и смотрим, что x равняется 2 и x равняется минус 2. Далее, x в квадрате минус x равняется 2. Итак, рассматриваем левую часть. Вынесем x за скобки. Мы получили произведение x на x минус 1. И произведение это равно 2. Подбирая значение x, мы получили, что x равняется 2 или x равняется минус 1. Произведение чисел равно 2. Значит, одно из чисел является 2 и 1. Чередуя знаки, мы посмотрели, что x равняется 2 и минус 1. Далее, x в четвертой степени плюс x в третьей степени равняется 6x в квадрате. Мы вынесли x в квадрате с левой, в левой части равенства. И получили произведение x в квадрате на x плюс 1. И справа у нас 6x в квадрате. Итак, тоже подбором и немножко проанализировав то, что у нас все-таки стоит справа цифра 6, мы подобрали, что x равняется 2 и x равняется минус 3. Далее, d. x в квадрате минус 3x в квадрате минус 4x плюс 12. Сделаем следующее преобразование. Итак, вынесем x в квадрате из первых двух слагаемых. Мы знаем свойства степеней и то, что при умножении степеней основания остаются без изменения, показатели степени складываются. Итак, x в квадрате мы вынесли из первых двух слагаемых. Получили x минус 3. Из последних двух слагаемых мы вынесли минус 4. Получили x минус 3. x минус 3 является общим множителем. Поэтому мы его выносим за скобки и получаем в скобках остаток от умножения x в квадрате минус 4. То есть, применили распределительный закон. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Мы не знаем, какой из множителей равен 0. Поэтому мы приравниваем оба множителя. x в квадрате минус 4 равняется 0 или x минус 3 равняется 0. Первое уравнение рассматриваем. x в квадрате равняется 4. x может быть равен 2 или x равен, может быть, минус 2. Далее. x равен 3. Мы получили из второго уравнения. Последнее уравнение. x в квадрате плюс 3x в квадрате минус x минус 3 равняется 0. Итак. Сделаем подобное преобразование, как мы делали в предыдущем примере. Но вначале запишем уравнение в таком виде. x в квадрате минус x плюс 3x в квадрате минус 3 равняется 0. Из первых двух слагаемых вынесем x. x в квадрате минус 1. Из последних двух слагаемых вынесем 3. x в квадрате минус 1. Мы видим, что x в квадрате минус 1 это общий множитель. Поэтому мы выносим его за скобочки и получаем в скобках остатки от умножения x и 3. Сумма остается x плюс 3. Снова. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. x в квадрате минус 1 равняется 0 или x плюс 3 равняется 0. x плюс 3 равняется 0. Мы получаем автоматический корень x равен минус 3. А x в квадрате минус 1 нам дает 2 корня. x равняется 1 или x равняется минус 1. Итого уравнения имеет 3 корня. 1, минус 1 и минус 3. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...